МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ушел из дома и исчез. Тела мальчика нашли в Ираке в Туркестанской области. Доверчивые казахстанцы. 2 миллиарда тенге на благотворительность получили мошенники. Два убийства в Ускаменогорске. Тела мужчин нашли ночью возле разрекательных заведений с ножевыми ранениями. Видео с мест преступления появились в социальных сетях с разными догадками произошедшего. Позже инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции. Подозреваемых задержали по горячим следам. В полицию поступило сообщение о том, что в городе Скинногорске по проспекту Абая обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемое лицо по горячим следам задержано и водворено в изолятор временного содержания. Вещественным доказательствам изъяты назначены необходимые экспертизы. Информация распространяя в социальных сетях о том, что потерпевшему нанесено огнестрельное ранение, не соответствует действительности. Департамент полиции призывает граждан доверять только официальным источникам. За распространение заведомо ложной и недостоверной информации придется много на ответственности. Другое преступление тоже стало достоянием социальных сетей. В городе Куная группа подростков избивали пьяных мужчин и снимали это все на видео. Обе записи, как выяснилось, злоумышленники сделали в одном из дачных массивов города. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Еще одна смерть произошла в Туркестанской области. Правда, на этот раз по несчастному стечению обстоятельств. Пятилетний мальчик утонул в оросительном канале. Сутки его искали полицейские, спасатели и волонтеры. Ребенок вышел из дома в обед в субботу и больше не вернулся. А рых, в котором обнаружили мальчика, находился в двух километрах от его места жительства. А в Алматы фельдшеры скорой помощи нашли ребенка в горе мусора. Двухлетний мальчик дрожил от холода и плакал. А найденыши сообщили в полицию. О страже порядка быстро отыскали маму малыша, которая в это время искала сына по улицам. 660 тысяч казахстанцев попали на удочку мошенников. Неравнодушные люди выслали якобы на благотворительность 2 миллиарда тенге. Но вместо благих дел злоумышленники тратили деньги на свои нужды. Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях и дальнейшее их нецелевое использование. Злоумышленники расходуют деньги на покупку движимого и недвижимого имущества, бытовые расходы, ставки в букмекерских конторах и аренду дорогих апартаментов за рубежом. Другая мошенница также действовала через объявления, но просила деньги не на благотворительность, а предлагала купить по хорошей цене автомобили. На удочку псевдобизнесменши попались 17 человек. Девушку задержали в Турции и вернули в Казахстан. Пока одних экстрадируют в страну, других водворяют за пределы. 121 иностранец отправился домой за нарушение миграционного законодательства. Всего за 5 дней ОПМ-мигрант выявлено более 10 тысяч правонарушений. Так, за нарушение правил пребывания привлекли к ответственности около 4,5 тысяч иностранцев. Еще свыше 2 тысяч стан наказали за нелегальную работу. Досталось и работодателям за незаконное привлечение иностранной рабочей силы из-за того, что вовремя не уведомили о прибывших в страну мигрантах. Крупный пожар произошел в промзоне Алматинской области. Горел склад и цех по производству салфеток. Из-за повышенной степени опасности в ликвидации возгорания были задействованы 60 сотрудников ДЧС региона. Пострадавших в пожаре нет. Предварительная площадь возгорания – тысячи квадратных метров. Причина пожара устанавливается. В Актюбинской области огнеборцы эвакуировали 11 человек. Из них двое детей. В многоэтажном доме в квартире на восьмом этаже загорелась мебель. Причиной происшествия стало короткое замыкание проводов в электрощите. На этом у меня все. Берегите себя и не нарушайте закон. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова